Этот водитель, он тоже был, он милиционер или, по-моему, бывший полковник. Сумму, которую вы им обозначили, 150 тысяч, за непривлечение к ответственности, неужели это стоит этих денег в жизни других людей, которые могли пострадать? Нет, не стоит. Не стоит. Через час все-таки будет в группе висеть, потому что 138-я статья, вы сами понимаете. Да, конечно. В эфире скандалы, интриги, расследования. Показать все, что стоит там. Программа «Дорожный контроль». И с вами ее ведущий, я, Вадим Серов. Мы подумали, что вторая часть будет последней, финальной. Оказывается, это совершенно не так. И третью часть вы сейчас смотрите. Если вы не смотрели две предыдущие, перейдите по ссылке в описании. Обязательно перед просмотром это сделайте. И, как всегда, поставьте авансом нам палец вверх. Напишите обязательно комментарий под нашим видео. И приятного просмотра. Алло. Алло. Я пропустил ваш разговор. Звоночек. Да, я вам звонил. Павел, это вы? Да. Павел, меня зовут Вадим Серов. Дорожный контроль. Вы, наверное, помните, при каких обстоятельствах мы с вами познакомились? Здравствуйте, я вчера с вами телепатически разговаривал. Представляете? Это как? Ну, о вас думал. А-а-а. Думал, разговаривал. Это называется телепатически. Угу. Скажите, а что у вас в голове было? Зачем хотели связаться со мной? Связаться? Ну, потому что я сейчас хожу на Обручево, отдел рот. И они там сделали экспертизу о нанесении ущерба здоровья. Я говорю, я никаких претензий не являюсь. Говорю, мне нужно быстрее дело продвигать, потому что вы можете его закрыть и аннулировать. Говорю, мне нужно дела дальше продвигать. Я говорю, человек нашелся? Они говорят, да, мы его нашли. Говорю, ну, оформляйте его. В чем проблема? И он, капитан Чесноков Валерий Анатольевич, что-то укрывает. Потому что этот водитель, он тоже был, он милиционер или бывший полковник. Поэтому у них какая-то связь есть. Я это тонко понимаю. А откуда вы знаете, что он бывший? То есть тот на месте, понятное дело, что он не водитель подставной, а тот-то уехал. Откуда вы знаете, что он сотрудник полиции бывшей? Потому что, когда он вышел из машины, он мне говорит, сейчас разберемся. Я тоже милиционер, все такое-такое. Я говорю, зачем в таком состоянии неадекватно вы неадекватно сели за руль? А если бы у меня дети сзади были? Говорю, мы с ним, вот я сейчас с вами делюсь. Я люблю честь мужика, понимаете? Да что ты говоришь, моя хорошая? Я люблю честь мужика, понимаете? Жух, и ты петух. Я ему говорю, если у вас ничего нету, говорю, решаем по-мужски. Я вам даю возможность. Вы когда приехали на видеокамеры, я не мог по-мужски договорился с мужиком, вы меня сейчас поймете, с мужиком, на слово. Я говорю, я тебе дам возможность исправить свою ошибку. Мне от вас ничего не надо, говорю. Вы моего коня повредили, а это мой кусок хлеба. Только восстановите ее, и все, больше мне от вас ничего не нужно. Он петлял, петлял, вилял, и мне уже, конечно, чуть уже голова стала болеть. Я уже присел в машину. И тут мои ребята подъехали, видели, что он был, все такое. Я уже... А скажите, полис ОСАГО у него все-таки был или не был? Нет, подключился, приехал, откуда ни возьмись, появился этот комиссар. Вот. Этот комиссар появился, и он про какие-то деньги услышал от них. Он, видимо, схватился за эту информацию и стал их, наверное, обрабатывать, как я понимаю. Потому что я уже в машину сел, после этого я за лобовым стеклом вижу, что они ха-ха-хи-хи. Ну тут я думаю, ладно, уже хватит. Ну а с полисом вопрос как-то решился или не решился в итоге? Вопрос не решился, и я уже ему дал возможность по-мужски, именно по-мужски. Я просто как человек его понял. Да что ты, черт побери, такое несешь. Я никого не боюсь. Я ему дал по возможности решить этот вопрос. Но он никак не захотел, он просто потом... Ну а на месте ничего не хотели с них взять? Я чуть-чуть занимаюсь машинами. Я говорю, что говорю из машины, что же вы сделали, говорю. Он говорит, я заснул. Я говорю, вы не заснули, я вам в глаза смотрел, когда вы на меня ехали. Я вам в глаза видел, говорю, что вы едете на меня. Мне пришлось только уходить куда-то на своей линии, чтобы быть правым на своей линии ехать и выдерживать этот удар. И вы, говорю, вот мои ребята приехали со мастерской. И они раз-раз посмотрели, говорят, ну ты на 150 тысяч попал, парень. Я им говорю, слышишь, говорю, Виктор, говорю, видишь, что происходит, решай сейчас. Нет, я вызываю гаишников и все такое. А все началось с того, что я сказал, деньги, 150 тысяч мне вот сейчас же. Они стояли, домоляли, 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 домоляли. Тут, откуда ни возьмись, появился вот этот комиссар, который оформляет ДТП. Я речь, он что-то услышал, что он начал мутить по поводу задним числом страховку. Думаю, наверное, мужика даже страховки нету. Думаю, как мне быть, если у него денег нет, ну мне же машина, пускай это страховка, наверное, как-то вы... Я пошел уже в машину садить, я говорю, я вызываю уже все. Этот комиссар подбегает, не вызывайте, пожалуйста, вызывайте, я говорю. Я дал вам возможность устранить и решить... Ну а в гражданском порядке, почему нельзя было сделать таким образом? Вызвать сотрудников полиции, чтобы они оформили его соответствующим образом, привлекли к ответственности. Потом, если даже нет полиса, в гражданском порядке с него взыскивать. Можно было. У меня на тот момент, у меня голова настолько была тупая, потому что я вышел из машины никакой. Это решалось быстро, просто быстро. Я делаю эффект, что меня рвет. Я при всех сейчас рыгаю. Ну, увозит. Сможна машина, а потом моральный ущерб. Хочешь? Потесируй, я сейчас при них всех буду вырыгать. Нет, вру. Сейчас до поясники придут, при них буду вырыгать. Можно так? Да не надо ничего, зачем? Мне кажется, скорая приезжает, тебя посадят, они осмотрят. То, что вот синяк, все протоколируют. Повреждения. Зачем чрезмерно так? Спектакль прострелить. Ну, чтобы... Не сказать, спасибо. За моральный ущерб. Ну, мне сейчас неплохо. Спасибо. Я вызываю ДПС. И после этого мне пришлось потом... Я вижу, что они ха-ха-хи-хи, хохочут там. Я вызвал 112. И в этот момент все равно приехало. И меня уже увезли в базу. Ну, дело в том, что там же сначала приехал экипаж, который был до этого. И, ну, я насколько понял, там коррупционная схема была, в которой вы также были замешаны, как очевидец этих событий. Они приехали, но что они там хотели сделать, я не знаю. Может, они мимо проезжали, я не знаю. Приехали гаишники. Видят, что он пьяный. Давай взятку с виновника. 100 тысяч. И мы напишем, да. Ну, вот они уехали и ждут, когда он страховку себе оформит задним числом. Плюс страховка, в принципе. Они сели и уехали. Ну, насколько мне известно, значит, сотрудники полиции сказали, что решат этот вопрос со страховым полисом. Им, значит, им дали деньги в размере 100 тысяч рублей. Это правда, что им дали деньги сотрудникам полиции? Вот этого я не видел. Вот правда. То, что комиссар услышал про какие-то деньги, я помню. Я уже уходил в машину. А по поводу милиционеров, ДПСников, я даже не знаю. Я не то, что не слышу от вас эту информацию. Я реально сейчас от вас это слышу. Потому что, когда я сказал водителю, говорю, слышь, говорю, вот я говорю, ты мне ущерб на него где-то 150. Мне говорю, ваши деньги не нужны. Видимо, этот комиссар услышал эти деньги. Я говорю, ставите мне машину. Он говорит, я себе расписываю. Я говорю, нет, говорю, меня не волнует, говорю. Вот счет и перечисляй. Сейчас же, говорю. Или я вызываю ДПСников. Комиссар рядом стоит и слышит. Около дерева стоял и слышал, видимо. Я говорю, я уже ничего не хочу от вас. Хватит мне на душу травить, говорю. Я вызываю ДПСников. Ну а почему так долго? Вы, получается, три с половиной часа там пробыли до приезда, даже больше, чем три с половиной часа, до приезда экипажа. Почему так долго? Да. Этот человек вышел из машины. Я пока тоже очнулся, вышел из нее. Я говорю, он меня просит, говорит, я тебя по-человечески прошу, говорит. Не ввязывай меня в эти, ну, я, говорит, сам бывший полковник, все такое, говорю. И он меня по-человечески просит. Тут прибежал откуда ни возьмись, его друг и меня знает. Просто я на этом участке работаю. Он говорит по-человечески, давай по-людски решим. Я говорю, я создаю... То есть он по-людски гоняет пьяный и мог на пешеходном переходе сбить людей. Просто если там люди в этот момент бы шли, он сто процентов насмерть бы их сбил. Это сто процентов. Я согласен. Я просто человек добродушный и по жизни стараюсь... Ну, я понял. Скажи, пожалуйста, а что сейчас в дознании Чесноков капитан говорит? Его дело сейчас, наверное, продлить. Он сказал, будет медэкспертиза. А экспертиза в отношении вас, судья медицинская, которая, вы пострадавшим признаны? Ну, она пройдет, но дело в том, что вы заявили ДТП с пострадавшим, поэтому есть попределенный порядок. То есть сейчас как придут, значит, у вас же окончено лечение, я так понимаю, или нет еще? Я лечение даже не проходил. Я сразу отказался, я уехал. То есть они истребуют документы. И на основании этих документов направят в судебно-медицинскую экспертизу. Значит... А нельзя без претензий, что я уехал, все нормально, я без претензий, я никуда не обращался, все. Нет, дело в том, что смотрите, вы обращались и проводили освидетельство на месте. ДТП признано с пострадавшими. Поэтому это обычное мероприятие, по-другому тут никак. И что будет? Значит, проведут медицинскую и судебно-медицинскую экспертизу, будут результаты. И уже на основании этого будет принято решение. Либо никакого вреда не причинено, значит, соответственно, дело будет прекращено именно по вреду здоровья. Ибо он будет привлечен к ответственности за административное правонарушение, ну, в результате чего совершилось ДТП. А это непосредственно выезд на полосу встречного движения. Так что порядок здесь в любом случае будет именно такой и никакой другой. Скажите, рассматривается мое ДТП, есть сроки давности? Да, вот, значит, сроки давности по телесным до года, а сроки привлечения по административке, вот касаемо встречек, нарушений правил дорожного движения такого рода, это, значит, у нас три месяца, если со встречкой, потому что встречная полоса движения, здесь выезд был, это рассматривает суд. Соответственно, будет три месяца сроки привлечения. В течение трех месяцев даже будут установить виновника и привлечь его к ответственности. То есть он собирает материал. Ну, здесь все сроки, конечно, можно пропустить. Но тут проблема в чем? Раз полиса нет, это на самом деле не страшно. В любом случае виновник будет установлен, и в гражданском порядке вы будете уже обращаться на виновника. А скажи, вот этот вот самый, тот водитель пьяный, он уже туда приходил, тут еще с мест, вот еще забыл, тут же он уехал, скрытие с мест ДТП. Там выходит у нас три месяца сроки привлечения. То есть по факту он, конечно, может избавиться от наказания, если эти сроки выйдут. Ну, я думаю, не успеют выйти, потому что здесь достаточно все просто. Повреждений у вас там никаких, тем более вы отказались в дальнейшем. Там сейчас все быстро сделают. Я думаю, в течение месяца все эти мероприятия завершатся. Ну, а так обращаться в гражданском порядке, значит, на него в суд. Сейчас, вае, ждать. Ждать результат, вам ходить в ГАИ, напоминать о себе постоянно систематически. Скажите, вот сумму, которую вы им обозначили, 150 тысяч, ну, и по фактически за непривлечение к ответственности, неужели это стоит этих денег, значит, жизни других людей, которые могли пострадать? Нет, не стоит. Не стоит. Так вы понимаете, что вы совершили по фактически ошибку, за которую сейчас расплачиваетесь? Если тебя мучают дурные предчувствия, забудь о них, иначе попадешь в ад. Это все на месте, все упростилось бы. То есть там на месте бы его признали бы виновным, вынесли в отношении него соответствующее постановление. Плюс, помимо этого, был составлен бы административный материал за пьяную езду, его бы еще и лишили бы за это. Вы бы упростили жизнь всем, и ему в том числе. Ну, ему еще дополнительно усложнили бы. Ну, вот я не знаю, что вами двигало, я не понимаю, честно говоря. Двигало на тот момент, когда я был в таком состоянии... Неудобно перед знакомыми, я не знаю, что могло двигать еще. Это я вам сказал по-мужски, он мне сказал, не надо меня, пожалуйста, попросил. Это первый такой момент жизненный, что я говорю, слышь, говорю, а если дети сзади моей сидели бы? Если бы это первый момент в его жизни, вы бы поняли бы. Вы же прекрасно понимаете, что такие люди, как правило, в таком состоянии, они не впервые садятся. Просто первый раз получилось, что ДТП. Может быть, оно и до этого было. Но благо, что здесь последствия были не такие серьезные, как могли бы быть. Ну, в общем... Всю эту проблему, когда... Стоп, стоп. Когда я уже вызвал человека, и он сбежал. После этого, когда я в ГАИ пришел, я написал, я настаиваю на медэкспертизе этого человека, который был за рулем. Так, дело в том, что какая экспертиза, если его нет, он уехал, и что с ним можно сделать? Больше ничего. Он появился у них. Появился он. Так и что, ну, дело в том, что освидетельствование проводится на месте. Он мог, он придет, я сказал бы тому, допустим, он пришел к дознавать в розыск, да, и говорит, я не употреблял алкогольных напитков, а был трезвый. Вы же доказать обратного не можете. Он автоматически сбежал, это присваивается, что человек был не в адеквате. Нет, это присваивается, нет, вы не правы. В чем здесь фишка? Он покинул место ДТП, за это есть наказание. Он за это, надеюсь, понесет наказание, лишение права управления. Но это не за езду в пьяном состоянии. За езду в управление в пьяном состоянии, наказание от полутора до двух лет лишения права управления и 30 тысяч штраф. А за повторную уже будет гораздо суровее ответственность. Это уже уголовная. Поэтому говорить о том, что он там, можно его было привлечь потом, это невозможно, чисто юридически. Так что такие дела. Скажите, а наша помощь-то в чем нужна? У вас все идет своим чередом, все там нормально, все дело либо прекратят, либо установят виновность. Ну, вам-то без разницы, в любом случае, очевидно, здесь и понятно, кто виновник в данном ДТП. Значит, и в гражданском порядке будете взыскивать уже с него ущерб. Знаете, в жизни каждый человек ошибается. В данный момент, да, со мной сыграло никакой меркальтивность. Нет, не в этом дело. Чисто по-мужски попросил. Я думаю, ладно. Но потом понял, что это просто Воронеж, который хочет меня наколоть. И после этого я уже стал ДТП вызывать, который хотел, чтобы его взяли. Но он открылся. Я первый раз с этим столкнулся. Я вас понял. Ну, при любых обстоятельствах ситуация нехорошая. И вот так вот она и нехорошо закончилась. Ну, что ж теперь сделаешь? После драки не машешь руками. Согласен. Один, наверное, вам спасибо большое, что вы сами мне позвонили. Очень приятно. Пожалуйста. До свидания. Я буквально вчера на интернете смотрел ваши все. И с вами разговаривал. Думаю, вот, блин, люди молодцы. Которые, да, у них, наверное, чувство обостренности, заведево существует. Все верно. Так оно и есть. Я, правда, человек, который даже вами далеко, ну, не знаю вас, но в восторге от вас. Молодцы. Спасибо. Если чем-то я хочу помочь. Я готов помочь, потому что реально люди, которые стараются ради дела, ради прав, людей, которые те же самые ногами ходят, перемещаются. А есть люди, которые из грязи в князи, и все это, настолько все в смуту мы попали, что дальше некуда. Я понял вас. Все, спасибо большое. На связи. До свидания. До свидания. Да уж. Алло. Здравствуйте, это Вадим Сео? Здравствуйте. Да, да, да. Алло. Алло, я вас слушаю. Это Вадим? Да. Меня зовут Ольга Борисовна. Очень приятно. Без согласия со мной были опубликованы разговоры на видеорегистрации. Я бы хотела, чтобы эти записи были удалены. Какие записи? Расплакновение Нивы и строен Дерлинга. А с чего вы решили, что они были мной опубликованы? А кем? Это уже другой вопрос. Ну, на вашей странице я бы хотела, чтобы это видео было удалено. На моей странице? На странице вашей группы. Какой нашей? На всех ресурсах. Какой нашей странице? Моей личной страницы вы имеете в виду? Нет, в вашей группе. Есть группа «Дорожный контроль». И я так понял, там размещено ваше видео, правильно я понимаю? Да, все правильно. Да. Ну, так вот, вам нужно обратиться к администрации этой группы и попросить. Либо к администрации «Контакты». И попросить об этом. Ну, я бы хотела, все-таки это ваш видеоролик, чтобы он был с ней стрессился. Ну, у меня нет такой возможности, к сожалению. Ну, просто считайте, это до судебной критерии. Я вас услышал. Хорошо. Если через час все-таки будет в группе висеть, потому что 138-я статья, ну, вы сами понимаете. Да, конечно. Адвокат хороший. Хорошо. Я согласен выкладывать переговоры, но и не было дано. Вы вправе делать то, что считаете нужным. Хорошо. До свидания. Друзья, ну вот и завершилась эта история, состоящая из трех частей. Если вы поддерживаете наше движение, ставьте пальцы вверх, комментируйте, не забывайте подписываться на наш канал и ждите новых выпусков. Но что-то мне подсказывает, что это не конец. Будет продолжение. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»